Их называют юные друзья леса. Никого из детей не заставляют брать в руки лопату или изучать в микроскоп природу. Школьное лесничество идут добровольно, по велению сердца. Говорят, любовь к зеленому золоту природы у многих явление наследственное. Среди лесников много трудовых династий. В роду у меня работал дедушка в лесном хозяйстве, и поэтому я заинтересовался лесничеством. Мне дедушка рассказывал много историй о том, как он участвовал тоже в таких слетах, но только в других регионах. Уроблено изучение ботаники, биологии и естественных наук. Учась в школе, дети проводят исследования достойной курсовых и дипломных работ. В миниатюре они проходят те специальности, которые преподаются в вузах. У них интерес уже к профессии. То есть они уже определяют себя, нужно им это или нет. Они идут туда не вслепую в вузы, а уже именно выбрав это для себя, то, что им нравится. Неудивительно, что многие из бывших юных лесников становятся дипломированными специалистами. А пока они изучают леса и исследуют экологию. Результатами научного труда дети на слете делятся с гордостью. Я защищала исследовательскую работу на тему биоиндикации загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны обыкновенно. Состояние хорошее по сравнению с городами даже, можно сказать, очень. Забыть лишь на некоторое время традиция лесничьих слетов вновь возобновилась несколько лет назад. Ежегодно успехи юных лесников проверяются и обобщаются на российском лесном конкурсе «Подрост». Именно туда отправят работы областных победителей. В этом году лучшими стали ребята команды «Лесной доктор» из Староманьского района. Нелли Хачатрян, Вести Ульянов.